Всем привет! Начало года! Это самое время сделать маленький настольный календарь своими руками. Это несложная поделка с милыми рисунками на каждый месяц. Календарь удобно поставить на свой рабочий стол. Для изготовления календаря я взяла один лист цветного картона. Распечатанные странички с сеткой дат, вы их можете скачать вот по этой ссылке. И много-много фломастеров. Для основы подставки выберите любимый цвет. Я, пожалуй, возьму розовый. Из картона я вырезала прямоугольник 10 на 22 сантиметра. Делаю разметку. Отступаю от края 7,5 сантиметров. И еще раз 7,5. Теперь 5. И остается 2 сантиметра на клапан. Не пишущей ручкой провожу по картону линии беговки, чтобы подставка хорошо сложилась. Тщательно продавливаю картон. Складываю по намеченным линиям. Все легко выкладывается. Собирается вот такой треугольник. На клапан наношу клей. Можно склеить и с помощью двухстороннего скотча. Склеиваю подставку. Основа для календаря готова. Теперь займусь страничками. Вырезаю все прямоугольники. На каждом листочке 2 месяца. В левом углу специально оставлено пустое место под рисунок. Всего у меня 6 страничек. На каждом по 2 месяца. Разрезать их не нужно. А вот сложить листки пополам обязательно. Раскрываю листок. И сейчас вот здесь буду рисовать. Вы можете сделать любые маленькие рисунки на своем календаре. Я же старалась подобрать их так, чтобы они подходили к каждому месяцу года. На листке с январем я рисую рукавичку. Все рисунки у меня будут кавайными. Красная рукавичка. И немного голубых снежинок. Февраль радует нас днем влюбленных. Поэтому я нарисую сердечко с бантиком. Вы же можете нарисовать тут и что-то к 23 февраля. Например, танк или галстук. А может быть автомобиль. Ну вот, еще несколько сердечек и листок готов. Покажу вам еще несколько своих рисунков. Сентябрь месяц у меня ассоциируется с оранжевым цветом. И я нарисую на этой страничке рыжего лисенка. С пушистым воротничком и белым кончиком хвоста. Я правда не знаю, может быть лисы в сентябре другого цвета. Но это не важно. Июль месяц жары, пляжного отдыха и вкусных коктейлей. Поэтому тут я нарисую бокал с цветным коктейлем. Зонтик. Трубочка. И несколько слоев вкусностей. Что еще можно нарисовать в июле? Ну, наверное, пляжный зонтик с шезлонгом, бадминтон, ракетки, спелую клубнику или песок с совком. В общем, рисуйте все то, что вас радует летом. Ну, а если вы совсем не умеете рисовать, не беда. Открываете картинку на телефоне, прикладывая листочек и перерисовываете. Август грибной месяц. И я нарисую гриб. Это мог быть и боровик царь грибов, но я сделаю его мухомором. Уж очень красивая и яркая у него шляпка. Красная в белую крапинку. Так нужно раскрасить все шесть листочков. Когда они готовы, складываем их стопочкой и просто ставим на подставку. Никаких колец или клея в календаре, все очень просто. Январь закончился, поворачиваем подставку. Закончился февраль, убираем листок. И тут у меня март с пироженкой. Поворачиваем, следующий месяц апрель. Солнце все чаще выглядывает из-за туч. Май встречает меня с желтым утенком. А июль милым котиком. Снимаю листок, жаркий месяц июль с коктейлем. И август с осенним грибом. Сентябрь месяц, рыжий хитрый лисенок. А в октябре Хэллоуин с тыквами. Ноябрь, пора делать запасы на зиму. Ух, как наелась. И последний месяц, декабрь, с новогодней елкой. Ну вот, как и обещала, это совсем не сложно. Подписывайтесь и до новых встреч на канале Гейм Джулия.